как самому сделать вкусный ферментированный чай для этого нам нужно его собрать после этого нужно его скрутить третье ферментация процесс и четвертое это сушка просушить ферментированный начале при сборке первая сборка это важно помнить вот о чем что важно собирать сухую погоду ни в коем случае не когда дожди и даже если в сухую собрали не потом не мыть его первых и тяжело будет скручивать и также уже не такой будет вкусный уже с кислинкой будет уже не такой вкусный ван чай будет происходит тогда не такая хорошая ферментация где сибири часто собирают в июле месяце и начало июля и середине и в зависимости от весны и лета можно определить почему это так как мы собираем листу ли должен быть мягкий листочек мягкие тогда когда еще не появились цветочки или же когда они только начинают распускаться например эти здесь вот здесь листочки уже появились хотя цветочки появились до листочки они вот вверху еще мягкие чуть пониже они уже пожестче то вот здесь например или вот здесь листочки они показать здесь только только цветочки начинают распускаться будут распускаться и листочки они мягенькие вот хороший мягенькие хорошие листочки даже внизу и как как мы будем собирать мы его иван чай покажу процесс очень простой сверху вниз собираем сверху вниз так берем вниз вот получается собираем далее да и вниз ну или кто-то вот так вот берет вот этими пальцами собираюсь тоже таки так же следующее после сборки это скручивание листа кто-то вялит но я не рекомендую это делать потому что когда вялишь листья я как-то попробовал листья они подсыхают и уже сок так не выделяется при ферментации поэтому он уже не полностью ферментированный получается не такой вкусный получается что хуже только от этого как я до этого говорил лучше собирать молоденькие листочки вот это будет и выделение сока хорошее и листья они будут хорошо скручиваться как это происходит скручивание получается так что при скручивании клетки листьев разрушаются и выделяется сок и помнить что важно скручивая плотно утрамбовать чтобы очень очень плотно чтобы пустила сок похоже даже чем-то на квашение капусты когда капуста квасит ну единственное когда квасит там проникает кислород но в нашем случае наоборот кислорода при ферментации не должно быть как это делается то что мы я собрал для показа вначале все не нужно такие плохие листочки такие плохие такие все что нам не нужно все плохое лучше всего подходят такие банки потому что за счет этих бортиков она хорошо держит как это делается получается вот скручивание вот так 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 После того как мы скрутим, плотно трамбуем, начнется процесс ферментации, будет выделение сока, того и пастер сказал отображение или ферментацию, что отображение это жизнь без кислорода, не должно быть кислорода, хорошо нужно закрыть банку, чтобы кислород не попадал. Лести должны быть сухие. Если банку открыто держать, тогда произойдет другой процесс окисления. Не ферментация будет, некоторые пишут, что так нужно делать, но на самом деле чай уже не вкусный будет. Кислый будет чай. Еще важно, когда мы скрутим все это, у нас начнется ферментация, чтобы так же как и при брожении для нас важно тепло. Банка должна в тепле быть. у меня здесь 20 градусов температура. Обычно при комнатной температуре несколько часов и готово. смотря что нам нужно, если ароматный чай, пару часов для ароматного чая. Как можно потом будет открыть и будет такой запах цветочный. Если мы хотим ферментированный чай, тоже ферментация разная может быть. Где-то он будет, например, как полун, наполовину ферментированный. Или, может, мы хотим как черный чай, чтобы полун ферментированный был. Тогда побольше надо. Может быть, часов 10, если при 20 градусов Цельсия температура. Или еще побольше. Ферментация, насколько она сильная, тоже зависит от времени. От тепла и времени. Кто любит больше травы или зеленый чай, тут может быть ароматный, сделает. Понравится. Чуть-чуть, да, ферментация небольшая. Он будет такой зелененьким цветом и сильно ароматный. Такой вкусный аромат от него будет исходить. Кто любит черный чай, для того подойдет ферментированный чай. Такой будет вкус, небольшая терпкость, такой вкусный. А потом, когда мы это сделаем, отферментируется все. Потом уже будет у нас сушка. Потом нарежем и посушим. сушим. Теперь нам нужно будет нарезать, просушить. Так, эта банка здесь стояла 19 часов, около 20 градусов Цельсия. А эта еще раньше стояла, ферментируется. Здесь она уже более суток простояла. Ну и у нее запах такой больше на силосный похож. Хотя цветочный на силосный, но больше похожи все-таки, чем на цветочный. Потому что здесь вот такой ароматный, приятный, цветочный запах. Такой сладенький, вкусный запах. Ну а это будет сильно ферментированный. Ну и теперь надо будет нарезать его. И потом посушить. Сушить мы будем при 100 градусов Цельсия. Кто-то на кастре жарит. Таким образом. Главное остановить процесс ферментации. Ну так же, как некоторые, когда ставят, ну вино ставят, например, кто-то подогревает, чтобы остановить процесс дрожения. Вот подобно здесь, чтобы остановить процесс ферментации. Мы его будем нагревать, сушить при 100 градусах. Так как при 100 градусах он будет долго сушиться. Часа два, наверное. Примерно. Это сильно ферментированный, весь пропитанный собственным соком. Ну и сейчас то, что нарезал, буду сушить при 100 градусах Цельсия. Открытый духов. На все. Метод 90 минут. Пойдется, наверное, раза два. Так. время от времени будем помешивать разбить надо будет тяжелее будет горячее такой получился готов полностью подсох такой цветочный кладкий аромат вкусно-вкусно для сравнения по цвету до того как мы начали ферментировать то есть вот тут наш получается вот это да это уже вот высох получается темный он не потому что он прогорел жены нет потому что он дольше просто ферментировался тот что меньше ферментирует светлее наоборот поставить побольше по времени ферментирует он темнее становится вот такой вот получается ферментированный чай